На этом снимке мы видим, как выглядел Богоявленский собор в конце 19-го, начале 20-го века. И сейчас мы можем посмотреть, как он выглядит в настоящий момент, как видите, в строительных лесах, в состоянии реставрации последние несколько лет. Богоявленский собор – жемчужина Енисейска, первый каменный храм в городе, выполненный в нашем персональном стиле – сибирская барокко. Его построили в середине 18-го века, в то время, когда город называли главными воротами в Восточную Сибирь крупнейшим торговым узлом. Именно отсюда русские землепроходцы шли на юг и восток. История маленького во многом провинциального городка с населением меньше 18 тысяч человек – особенно цена для нашего края. История и культура – маленький город называют городом-памятником. Соборы – старинные дома здесь на каждом шагу. Здесь, на небольшой территории, мы наблюдаем такую концентрацию памятников старины 19-го, 18-го веков. Не забывайте, что тогда это все делалось в гораздо более суровых условиях, с применением примитивной техники, может быть, не настолько крутых современных технологий. И это, по сути, очаг культуры и русской цивилизации Центральной Сибири. В строительных доспехах Богоявленский собор стоит уже давно. Сроки сдачи одного из самых значимых исторических памятников Енисейска сдвигали несколько раз. Вот, например, на баннере указана дата – декабрь 2018 года. Но и сейчас, в июне 19-го, о готовности говорить сложно. Работы идут до августа всего два месяца, и успеть или не успеть – такого выбора нет. В Енисейске нельзя не сказать об одном из самых старинных домов города. Это усадьба Евсеева. Ее построили в 1730 году. Сейчас здание уже полностью отреставрировано. Здесь находится городской архив. Для людей нужно делать всегда, а не только на праздники. Ну, конечно, хотелось бы жить всегда в городе, в таком красивом, современном городе. Ну, хотя бы на 400-летие такое нам сделали. Подарочек такой. Захолустья был кусочек, конечно. Обидно было за Енисейск. Вот. Он все равно всегда был уютный такой. Все равно, хоть какой, но все равно он родной. Как говорить о родном, что он был плохой город. Ну, конечно, был запущен немаленько. Про историю, чистоту, дороги и больницы вспоминают только перед праздниками. Власть оправдывается. Мол, денег в бюджете мало. И так система работает. Хочешь получить финансирование? Придумай проект «Праздник и добейся у Федерации». На подготовку города к юбилею выделили больше 3 миллиардов рублей. Но вопрос в том, что если бы не красивая дата, этих денег Енисейск бы, скорее всего, не увидел. Если бы в город поступали соответствующие вливания какие-то, на то же благоустройство, на содержание памятников архитектуры, сейчас бы не потребовалось тратить такие деньги. Если бы вовремя реставрировали те же здания, хотя бы содержали их в надлежащем виде, сейчас бы не потребовались героические усилия, чтобы это все спасать. Ну, а поскольку в течение, я не знаю, 50 лет, наверное, точно никто не тратил на это деньги, мы имеем то, что имеем. Всего не отреставрированными в городе останутся несколько зданий из тех, что были в планах власти. Мэр, конечно, нервничает. После прошлой проверки даже заговорили, что его могут снять. Но на камеру старается держаться спокойно и уверяет, ничего страшного в том, что готовы не все объекты, нет. Ну, есть объекты, которые мы не успеваем к дню города. Ну, ничего в этом страшного. Порядка трех-четырех объектов, и согласно протоколу губернатора, уже прописано финансирование на 2020 год и 2020-2022. Понятно, что 400 лет – это для любого города серьезная дата – юбилей. А на юбилей принято дарить подарки. Например, Санкт-Петербургу на 300-летие выделили 40 миллиардов рублей. Их потратили на новый парк, на несколько памятников. Астрахани на 450-летие выделили 12 миллиардов. Они ушли на ремонт аэропорта, строительство нового музыкального театра и цирка. Вот и в Енисейске к 400-летию начали реставрацию практически всех исторических памятников. А их в городе очень много. Говорить о том, что все это должно быть не подарками, не исключением из правил, а постоянным правилом и данностью, можно бесконечно. И, конечно, жители Енисейска об этом говорят. Но думают они еще и о том, чтобы после круглой даты про их город не забыли. Елизавета Курочкина, Николай Чистяков, Енисейск.